Продолжение следует... ...от промоутерской компании Union Boxing Promotion под эгидой Лиги профессионального бокса Украины. В рамках сегодняшних бескомпромиссных боксерских противостояний боксеры из Румынии, Белоруссии и, конечно же, Украины будут демонстрировать свое мастерство в поединках за престижные титулы Всемирной боксерской ассоциации WBA. Сейчас вы станете свидетелями трех чемпионских поединков за титулы WBA Continental и, конечно же, главный бой вечера, в котором действующий чемпион Европы Олег Ефимович будет отстаивать пояс континентального чемпиона Всемирной боксерской ассоциации WBA. Бои санкционированы Всемирной боксерской ассоциацией и Лигой профессионального бокса Украины. Главными организаторами вечера бокса про боксин-шоу выступили промоутерская компания Union Boxing Promotion, Лига профессионального бокса Украины, телевизионный партнер, телеканал 2+,2. Дамы и господа, добро пожаловать на бой за вакантный титул континентального чемпиона по версии Всемирной боксерской ассоциации WBA. В весовой категории до 55,3 килограмма между Андреем Исаевым, Белоруссия, и Александром Егоровым, Украина. Вес 55,3 килограмма. В ринг приглашается Андрей Исаев. Белоруссия! Белоруссия! Субтитры подогнал «Симон» «Симон» В ринг приглашается представитель Украины Александр Егоров «Симон» 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 Продолжение следует... 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 Исаева... Продолжение следует... 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 Но уже видно, что у нас соперник из Белоруссии приехал не отбивать номер, приехал далеко не прогревать. Он так же хочет этот титул, потому что если ты правильно рассказывал про его биографию, то у него много поразов именно в поединках чемпионских. Так, чемпион Европы, чемпионы, чемпионы. Такий удар через руку боковый классно зашел от Белоруса. И сразу появляется диалог от тренеров до Егорова. Не так диалог, как вопрос. Но тут же притискает к канату соперника Егоров. Витримает удары Белоруссии и начинает тикать. Да, уже второй раунд подряд мы видим инициативу от украинского боксера. Ну и Вячеславов, второй раунд за украинцем? Чи это мы так болеваем? Однозначно. Несмотря на вот эти пропущенные удары, которые нам демонстрируют режиссеры, досталости от украинцев, то все-таки больше точных ударов наносил Егоров. Помним те двоечки, от которых пятился назад Белорусс. Сейчас с другого боку и сам так само ишел вперед. Не все так рівно. И знаешь, такая вага, такие боксеры. Такое впечатление, что каждый раунд есть куда додавать. У швидкости обо. Не только украинцам. Хорошо джебом работает Егоров. Тут однозначно преимущество за ним. Очень активно начинает этот раунд. Так, намагается еще комбинациями працювати. Хоча ось, принаймні лівую, не так же легко розбитый блок соперника. На вирмаш. Ну а Исаев, такое впечатление, знаешь, нацелився выключено на голову украинца. Значит, я думаю, Исаев намеренно отдал начало этого раунда. Мы видим, мало боксировал, мало атаковал. Нужно помнить, что бой 12-раундовый. Исаев проигрывал досрочно лишь однажды. Очень стойкий. Так что нужно рассчитывать свои силы на полную дистанцию. Ну а Егоров проходил 12 раундов. Лише один раз. И ты как раз уже вспомнил про тот поединок. На жаль, у того поединка он поступил. Все это происходило в Великой Британии, в Шеффилде. Особенно, когда едешь в гости, до соперника, нужно быть очень уверенным. И еще на тот момент Макдональд был в топе. Дома боксировал. Подождите внимание, как сейчас Беларусь перехватил инициативу и пошел вперед. Теперь он пытается диктовать свои условия. Так, у нас гойдолки приемные, что подобаются глядачу. Так, первая половина раунда за украинцем. Другая пытается забрать Беларусь. Это так же тактично очень важно. Понимаете, что работал над этим и Беларусь. Потому что, если он отдал дебют раунду, Эншпиль требует забирать. Да, сейчас мы видим очень конкурентный раунд. И это радует. Думаю, как раз зрители, все любители бокса любят, когда до последнего непонятно, кто же тут одержит победу. Это боксеры отдают все свои силы, показывают все свои лучшие качества. И Исаев, несмотря на, можно сказать, уже ветеранский возраст для этой весовой категории, очень неплохо выглядит. Ну и цей раунд, мабуть, один из тех, если мы увидели первые два, то есть третий. Ты знаешь, Вячеслава, мне очень сложно сказать, закинь этот раунд. Обратите внимание, какой сейчас апперкот классный прошел от Беларуса. Не ожидал его Егоров. Да, вот что значит опыт. Я думаю, Исаев может даже рассчитывать на то, что судья дадут ему эту трехминутку. Есть над чем подумать в углу украинца. Так, ты знаешь, я звернув увагу как раз на ход Беларуса. Там все спокойно. Профессионалы. Ну, тут, мабуть, ты все-таки правильно. Дуже правильно зазначил. 35 роков, 8 років різниця. Это главное, это действительно, это досвид. Досвид ведения поединка. Досвид, мабуть, тут зіграви досвид програвати, так? Сколько раз в Исаах програвав. Ну и, звичайно, досвид 12 раундов. Как разыграть все 12 раундов, чтобы после завершения 12, чтобы быть победителем. Все это Исаев знает. Не так добре, как знает наш Сашко Егоров. Но как раз благодаря таким поединкам безценный досвид будет добывать Александр Егоров. Ну и нам бы еще очень хотелось, чтобы поясы раздобувал Сашко. Да, конечно же. Пояс WBA континентальный, напоминаем, на кону. И хотелось бы, чтобы он оказался в нашей копилке. Ну, как правильно сказать? Початок раунда щильный, так? Щильный один до один. Видите, відстани майже нема. Тут лейдинг досталось рефери. Рефери очень близко находится к боксерам. Когда удары пролетают, очень близко от него. Так, ты правильно вернулся увагу на рефери, как уважно он работает, как постоянно просивается. А сгадай, бей у Маченко-Солида, там, где был рефери, у нас закопанный. Обидві ноги, тут ось рефери просто не зупиняются. Ну, люди любят свою справу. Мало того, что был закопан, он еще и был слеп. А тут классно перная у нас Исаев, подавите, який удар, прочитав. Так, может быть, правильно казати. Утема випадку, тому що зробив крок, побачив удар і одразу пернув. Беларус. Попытался на себе, на блок принимать украинец і прочувствовать мощь серійной роботи Беларуса. Да, сейчас все ровненько, согласитесь. Непростой бой для Александра Егорова, который у нас в трусах золотого цвета для тех, кто к нам присоединился. Абазначим. Так, такое выражение было, что зачепил, но все-таки, мабуть, через ногу перечепился Беларус. Егоров хочет. Знаешь, мне кажется, что очень хочет как раз дострокового завершения. Тут перед власными вболювальниками. Но это не следует держать в голове. Время четвертого-пятого раунда нужно просто боксовать и выгравить. Так, делиться на один удар, думаю, и тренериста. Тренериста мы добре знаем, так? Александра Егорова добре нам знайомит. Знайомит украинской публики. Там также люди, которые не первые, можно сказать, не первые десятилетия знают боксер. Но отцы как раз будет Исаева. Компания Union Boxing Promotions всегда ответственна под относится к подбору ринг Carol Girls. Тут все четко. Андрей Синепупов дал свои установки. Я бы сказал, чіткі вказки для Егорова. Зараз будем намагаться дізнатися уже так по ходу п'ятого раунду. Швиденько прилетели. Перші чотири раунди є. Якщо перші два були за Егоровым, третий, четвертий вирівняв Андрей Саев есть из Белоруси. Сейчас перестрелки джебом превосходно отработал украинец. Заставил оппонента пятиться назад. Но мы видим Исаев тут же снова прессингует. джебом отгоняет соперника от себя одразу сходятся в центре ринга. Жоден из них не хочет отдавать этот центр. Жоден не хочет боксировать под канатами. Классный левый все-таки зайшов в гости до Белоруса от Егорова. Вот зачепить соперника пока что Сашкове не вдаётся. Вот что значит принимать на себя сейчас снова Исаев демонстрирует прекрасно работая по защите. Украинца знает где найти всё-таки открытое место. Казалось бы украинец в глухой защите но нет. Прошли там удары и в голову и по туловищу. Ещё одноценное качество присущего Исаева после пропущенного удара он знает что делать дальше чтобы не пропустить больше право частенько в этом раунде у Исаева удары проходили мы видим бейт мейт 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 подводят очей помагаются навіть очима не кипати для того чтобы бачити усе ну и зала у нас маленько тут ну все что подказывают боксером мейт мейт В Одессе одержал победу. Кстати говоря, в этом зале боксерский вечер проводится впервые. Выставочный центр Парковый. На улице Парковой в Киеве. И это именно то место, где, мы помним, строил себе вертолетную площадку наш бывший президент. Краще тут дивиться на справжній украинский бокс через дорогу от стадиона Киевского Динамо. Нехай тут украинцы играют. Вот и Капа волетает. Хорошо работает корпусом Беларусь, но рефери считают, что он чересчур низко. Ныряет и делает ему замечание. Швидкость выявляются от Александра Егорова, полчаса у нас до завершения шестого раунда. экватор цего поединку и очень скоро уже будем смотреться кто же витривающих витривающим есть этих двух боксеров уже сподеваемо что как раз это будет украинец не смотрю этому рефери из италии вообще не нравится когда боксеры ныряют как по мне тут все в рамках приличия и в рамках боксерского закона хочу бачить взагалі чистый бок знаю чтоб навіть не было а ніяких зауважений все як за підручником хочу бачить у нас италиец ось як не зупиняется исаев пробочить робота руками 10 ударов приблизно викинув исаев да активно все це на блок хочу забрати її шостый раунд ну что попередние пять там сутом математика мае бути тому що якщо це не завершиться цей поединок достроково серйозно роботу буду в трех рефери які зараз займаються підрахунками поединок дуже цікавий поединок дуже конкурентный щас да действительно подогнулись ноги у исаева но со стойкостью у этого парня все в порядке очень быстро приходят в себя сложно тут развить успех украинцу классный раунд и за счет концовки я думаю мож надеяться на то что судья дадут ему александр егоров так ну про це все говоримо і думаємо ми ти знаєш думаю жоден з боксерів зараз не займається і не думає ніякими підрахунками а якщо точно сказати я думаю кожному з них ще підказую тільки наразі раунд тому що всі ми розуміємо вони повністю пішли у бій вони бачать зараз лише свого суперника ну така затяжна атака у олександра егорова у цьому раунді ми видим тут да егоров на встречу тоже пропустила боюдный такой размен домой другому досталось бульбаш ми видим сразу занимает центр ринга я бачу дійсно сподобався тобі цей боксер видвертый так ну мне нравится в первую очередь что он не приехал тут отбувать номер реально рассчитывает на победу и делает все на максимуме своих возможностей тут все понятно на кону пояс напоминаем WBA континентальний впервые разыгрываемый в этом весе есть на може наш дуже хочемо ми цього щоб було саме Олександр Єгоров дебютным так чемпионом володаром цього поясу для того щоб відкрилася дорога тому що 27 років гарний старт я маю на увазі чемпионский для Олександра Єгорова але для цього треба перемагати суперника з Білорусі суперника не поступливо які так само хочуть цей пояс своє особливость третий четверти п'яти раунд нам це продемонструвало серийная работа от украинця хорош Егоров в этом раунде но есть чем отвечать людям Исаеву достаточно высокий темп в этом поединке согласитесь так не зупиняется и темп не скидывает и ты знаешь подслуховуючи тренерів як украинского боксера так и белоруського мы чуємо что это основная настанова чтобы не відходити назад працювать из того что в том уж темпе дыхать и бить и бить и дам справа снова проходит от белоруса тут украинцу нужно особое внимание уделить удару навстречу справа от бульбаша а вот джеб то что нужно для Саши тем более что он уже не раз демонстрировал что тут преимущество за ним почаще бы вот отлично хорошая двойка стойкость демонстрирует уже гость из Минска хорошая концовка знову раунд дуже и дуже конкурентный брати на себе відповідальність сказать за ким був цей раунд то зрозуміло за кого мы болеваемо да но тут так сказать что если есть конечно преимущество украинца то наверно оно на декілька удалить небольшое небольшое у Исаева тоже достаточно аргументов было в этом раунде как и в предыдущих ай-яй-яй мы видим рассечение получает Александр Егоров тут уже в роли катмана это усложняет задачу украинцу как видите прекрасный белорус и его команда повертаючись на Александра Егорова что что-то показывал своему сопернику своему боксеру Андрею Исаеву тренер белоруса я думаю как раз рассказал про те что якомога больше треба працювати мабуть лівою рукою так левым джебом для того чтобы постоянно пробивать в месте рассечения на голове у Егорова так Егорова кроме того что требует атаковать следует пометать про это рассечение и не подставлять подставлять соперника постоянно повертать правую руку на место рефери особо не дает кричевать тут же разводит боксеров хотя уже конечно речь пошла о том что нужно экономить энергоресурс я кидаються на боксеров рефери он такой справжний запальний дольец самому подобается цей поединок я впевнен не но у нас восьмый раунд мы слышали как третий в ринге делал замечание Исаеву за то что очень опасно идет головой вперед и скорее всего то рассечение которое получил Украина именно из-за столкновения головами такие грязные приемчики которые в профессиональном боксе были есть и будут особенно так в восьмых девятих раундах тут каждый маневр в принципе может быть переланным моментом понимаете Егорович обратно внимание как в восьмом раунде не пускает левую руку соперника летает и про рассечения но и нам много больше обратно внимание на его левую руку поэтому и не может мне кажется начать атаку и сам левая рука не проходит а правую просто так в никуда это большой ризик это президент компании юнион боксинг промоушен с дмитрий елисеев посел делать подсказки мы слышим просит работать первым номером этого разу капа вылетает у украинца 1-1 за выбитыми капами кстати говоря у дмитрия елисеева недавно 12 числа был день рождения так что пользуясь случаем мы его поздравляем желаем крепкого здоровья всех благ и особенно так перемоги подопечным первая от важливая перемога сегодняшнего вечера может как раз будет Александра Егорова но есть одно но это но в темных боксерках это Белоруси Андрей Исаев хочет забрать этот поезд сюда Белоруси так важкий раунд я б сказал для обоих суперників є перевага ОА Белоруса давайте дивитися яка перевага перевага якраз розсечення у українця який він дістав ось знову чаклують над його оком его тренери и катмани а точнее это людина два в одному так Синіпупо в принципе гміє все боксував на высокому рівні ну и інший український боксер але важчий да ранее состоявший на контракте К2 промоушенс Андрей Руденко очень хорошо начинает раунд украинец идет вперед Саев пока что отдал инициативу так гарни двойки від Егорова на початку теж звернув на це увагу що першу обличчяю одразу перевіряє тулуп суперник Олександр Егоров намагається працювати розмаїто не одноманітно не шукає собі за цель за цель лише ось наприклад челико так суперника намагається сам примусово опустити руку супернику не відкритий суперник але й Білорусь це розуміє якщо щось відчуває одразу два кроки назад і влухий захист та очень конкурентний бой оба соперника достаточно технічные демонстрируют качественный бокс середню дистанцію вимагають тренери від Андрія Ісайва не подобається їм коли він йде в таку нульову дистанцію обличчя до обличчя до Єгорова частіше Єгоров якраз такої дистанції виходить переможцем останній удар завжди за ним кривотечення открылось по-моєму там еще одно рассечення появилось у Ісайва так навіть вже вище ніж бров кинулся на суперника Єгоров знову на паузі класно зіграв ще і з канатами так Олександр Ісаєв к сожалению Білорус добился своего грязная работа головой за которую уже делал заміщання рефери но незаметно він все-таки снова боднул і пустив кровь в новом місці українцю думаєш тактично очень глубокое рассечення знаєш за такого боксу не думаю що це було зроблено спеціально так хоча все може бути зовсім сказати що далі у нас ще два дуже цікаві поєдинки з Далакяна і Єфимовича кожен з них так само буде боксувати за свій титул на сьогодні три головні поєдинки всі вони чемпіонські лише перший з нашої програми сьогоднішнього вечора ми останні три чемпіонські раунди попереду 10 11 12 зараз дізнаємося у кого у кого є справжній характер кому більш потрібний цей пояс тому що так за ці дев'ять раундів а важко сказати ми то віддаємо перевагу українцю завжди так але слід зазначити і Ісайва я би сказав слід зазначити промоутерську компанію так яка сьогодні організовувала цей вечір наскільки конкурентні були поєдинки до цього не менш гарні не менш цікавіші у нас і чемпіонські далі попереду ще цікавіше нагадаю у нас Далакян Сільвіо та Єфимович Саврін Танасі два поєдинки попереду всі вони за континентальний пояс WBA так дійсити зам такі пояса бывають соперників привозять і більше проходних що дійсити похвалим Union Boxing Promotions ців подар hatırи Messenger 怖め можливо доставців майск parce можливо Ty uppрий можливо також мину чемпионские раунды у нас начинаются три последние трехминутки от которых может зависеть исход поединка хорошей физической форме украинец все-таки получше дышит но его часто он вспомнил про свой джек стоп не отступайте беларусь тут я знову нагадав би так прокат мана в кутку у єгорова тому що дуже серйозне розчиняймо вдалося зупинити ну принаймні на пів раун до першого удара ну и рефери починаю працювати ще уважніше мы сподіваємось на це да рефери у нас безжалостний вообще не дает ни секунды отдыхать в клинчик боксерам тут же разводит и реф уже настолько взмок такое впечатление что он тут сам боксирует справжний итальянец тут важко сказати дешне душе уважно зараз він стежить за головами обох ай-яй раз подряд справа пропускает исаев прочувствует украинеца исаев идет вперед тактика егоров одесь на такая атака затягнулась там у нас секунд на 30 атака співпраців а а а а а а а а Не пропустите жодного момента, но ось под завершение остальных 10 секунд за тис Йогора в суперник та до канатів. Все правильно робить, забирає закінчення раунду. Мариана Борисова была на ваших экранах, и Алина Шотерникова, наша чемпионка и вице-президент НЛПБУ. Мариана Борисова супервайзер WPA. Ну и смакуем повторчики. Хорош был украинец в этом десятом раунде, в этот роскошный левый по челюсти, и тут запрессовал буквально соперника такой продолжительной мощной атакой. Та и публика у нас тут затихла. Якщо спочатку було дуже багато підказок, то тут все розуміють серйозность моменту. У нас два раунда до завершення. В двенадцятий розпочався. Дуже важливі два раунди для обох боксерів. Ну, ми видим, все-таки сейчас демонстрирують лучшую кондицию украинец. На Исаеве все-таки больше сказывается усталость, хотя он все еще опасен. Левый боковой на скачке от него. Я же ему руки все правильно робить Егоров. Почував спиною канати. Возумів, що нема у него ані сантиметру для виражу. Зв'язав, вийшов у центр ринга, але треба ще атакувати, треба забирати ці два раунди. Зв'язав. По корпусу просят атаковать з угла українца. Забув про це аспект атаки Олександр Егоров, якщо на початку поєдинку не... Тільки в голову суперника намагався поцілити Егоров, знаходив і торс суперника. Останні раунди якраз про це забув. Йому це і нагадали тренери, але зараз просто вимагають і одне слово «живіт». Нічуємо шкута украинця. Так як оба йдуть вперед, ми видим тут нет продолжительних атак. В'язніть все в клинчах. Ну це і зрозуміло, що таким високим темпом можна, звісно, оправдати дісті боксерів. І Саєв вже іщить, де би зацепитися. Так, 10-11 раундів, дійсно один темп, один дуже високий темп. І знову Егоров під завершення раунду лізе просто вперед, відкидає суперника до канатів. Чує підказки тренерів про завершення цього раунду. Десять секунд. Важливі десять секунд якраз вторсуперник, але чомусь забув про оперкоти взагалі у нас Олександр Егоров. Ух, хороший раунд. Так, одинадцятий раунд був дуже і дуже цікавим. Розуміється, і Аліна Шатернікова. Поєдинок у нас, яка іскра пішла по залу. Всі хочуть перемоги, побачити перемогу українця, але розуміють, що не все так просто. Такий вже і простий суперник. Так, бульбаш дуже непрост, дуже непрост. Двінадцятий бой для нього, напоминаємо, в Україні. Заключительний двадцятий раунд. Начинав свою кар'єру здесь. Но вперві боксирує в Києві, нужно отметить. Напоминаємо, що це весова категорія. До пятидесяти пяти кілограмм. Тихсот тридцати восьми грамм. Супербантом вейтері. Вес суперпетуха. Так, ну а наступний хлопець, вже забігаючи наперед, буде ще легшим. Флайвейт у Артема Далакяна. З Дніпропетровська. Наступний його поєдинок проти Альтинау Сільвіо Румуна. Який проживає в Іспанії за титул WBA Continental. Це вже наступний поєдинок. Зараз дванадцятий раунд Олександра Єгорова. За дві хвилини ми дізнаємося, хто забере цей вакантний титул WBA. Також континентальний. Нагадаю, що всі три поєдинки у нас сьогодні чемпіонські. Всі три за титул. Так, причем поєдинок один і тот же. Континентальний поєд по версії WBA. Один із самих престижних поєців в мире професіонального бокса. Звучить! 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 Хороший размен. Лучше вигродил українец. Пропускал тут Ясаев. Такое впечатление, що його тут свалити с ног просто невозможно. Настільки стійкий. Пропускал лучший удар украинца і все, видержав. Я б звернув увагу, ось правильно ти сказав, ту атаку. Я б її назвав вибуховою атакою. Ось ці три удари дійсно підкормив Білоруса. Продовжує йти вперед Єгоров. Треба забирати цей 12 раунд. Вимагається і публіка. Прошечки більше хвилини осталось. Залишилось обом боксерам. Ливі. Ливі. Брейк. Та Ясаев тут в основному працює, коли виявляється на ближній дистанції. Починає активнішити. Ти знаєш, з тим як пересуваються боксери. Думаю, вони б ще декілька раундів могли попрацювати. На відході неправильно зробив щойно Єгоров. Пірнав під руку, але сам нарвався на цей удар. Два розсічення, нагадаю, у нас у Олександра Єгорова. Мужньо витримав він ці удари. І не помітив жодного цих розсічень. 20 секунд до завершення поєдинку. Та, і нам потрібно підтримати українців. В последні секунди підтримати за нього кулаків. Танцівка. Танцівка. Ну що, ждем, ждем решення судей. Аплодисменты заслужили оба. Класний бой. Віктор Бостел Своїй второю половинкою в риндсайді. Ми все в ожиданні поєдинка Віктора Бостела против Терренса Крауфорда. Два лучших полусредневеса. Будуть объединять пояса. Це уніфікація титулов. І це, дійсно, мега-файт. Которого ми ждемо з нетерпением. Крауфорда називають сильнішим. Наравні, як і Віктора Бостела в цьому весі. Ну а хто ж, дійсно, я чув інформацію, що ледь вдалося Крауфорда вмовити на поєдинок проти Бостела. Не хотів від цього поєдинку. Казав, ну давайте, може не зараз, але змусив. Як-нібудь потом. А може і ніколи. Тим іншим, ти знаєш, що Віктора Бостела, готуючи за свою поєдинку, він завжди приходить підтримати українських хлопців, українських боксерів. Олександра Єгорова, Далакяна, Ефимовича. Тут, взагалі, спочатку цього вечора дуже пильно. Дивіться, ну скучий він за боксом під завершення травня. Через два тижні вже повністю повертається у Сполучені Штати, де буде готуватися до своєї поєдинку, протягом двох місяців. Очами ми щойно зустрілися з Віктором Бостелом. Він також не відверто показав, хто ж на його думку виграв цей поєдинок. Показав великий палець, що дійсно дуже класний цей поєдинок. Це не добре. Така експертна думка поглядами, так? Наша за Віктором Бостелом. Дійсно перший поєдинок з трьох чемпіонських. Вже вдалий, можемо сказати, промоутером, які якраз зараз дивляються в наш бік. Думаю, що відразу біля нас іде підрахунок волосів. Підрахунок. Те, що побачили рефері. Але нам, якби не намагався мій колега Вячеслав Поначовний піддивитися, поки що не вдається. Вячеслав Сєнченко на ваших екранах. Боець компанії «Юніон Боксинг Промоушенс». Так, і останній його поєдинок і так само може змогу бачити на прямому ефірі на телеканалі «2 плюс 2». Сказав, що може повернеться на один поєдинок. Вячеслав Сєнченко всі ми пам'ятаємо і розуміємо про кого. Да, Вячеслав все ще підтримує хорошу физическую форму. Так що все може бути. Якщо передбовжить интересний бой, я думаю, він може повернутися. Рішення суддей. Суддя Палецов – 116-112. Суддя Кардини – 116-112. Суддя Карторони – 117-111. Єдиноголосне рішення. Суддя Классним рішенням суддей. Побітерем боя становиться Олександр Єгоров! Олександр Єгоров єдиноголосним рішенням виграє цей титул. Він стає чемпіоном WBA Continental у своєї вазі 55,3. Перший українець пішов. Одного чемпіона вже маємо. Давайте чекати на вихід Артема Далакяна. Ми ждемо Олександра Єгорова в топ-15 лучших по версії WBA в этом весі. Це серйозний шаг вверх для Єгорова. Наступний бой. Ми його ждемо с нетерпением. А впереди у нас ще два боя. Оставайте с нами. Получає книгу золота націй!